Так, здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, канал Голос Истины, и Мюслым Ханский вас беспокоит. Дорогие друзья, наверняка многие узнали этого молодого человека, Нати Гагасымова. Коротко о нем, он был взять в плен во время Первой Карабахской войны, 28 лет назад. По сей день считается без вести пропавшим, потому что его в последний раз видели живыми, когда армяне взяли его в плен. В какой обстановке, тоже коротко расскажу, и в конце скажу главную причину, почему я сегодня затронул эту тему. Я о нем, кстати, несколько роликов записывал раньше, в тех моих удаленных заблокированных каналах, которых армяне, пожалуй, заблокировали. Так вот, он в одиночку в пять дней, пять дней без воды, без еды практически воевал, держал высоту в албанском храме. И до последнего момента, пока он не сдался, каким образом сдался, это очень тоже интересный момент, армяне думали, что там целый батальон. Так вот, пять дней он воевал, боролся. Пятый день армяне, поняв, что никак не могут с ним справиться, Они привели 22 пленных, женщин, детей, стариков, которых они взяли в плен в Ходжалах и отправили к нему учителя из этого селения, из Ходжалах. И сказали, что если они, потому что они думали, что их там много, если они не сдадутся, мы этих 22 пленных убьем. Это не просто слова, есть свидетели из России, журнал «Огонек» и итальянец-фотограф. Я в описании оставлю ссылку, правда, там на азербайджанском языке, но, например, журналист из России рассказывает на русском языке. Вы можете посмотреть этот ролик, обязательно посмотрите. Если кто-то смотрел, еще раз посмотрите, пожалуйста, этот видеоролик, который снят о нем. И он сдался. Чтобы спасти этих пленных, он сдался. И когда он вышел из этого храма, он снял флаг Азербайджана. Вот на фотографии видите этот флаг. И когда хотели армяне отобрать, этот флаг у него не смогли, он не отдал. Короче, вы посмотрите этот фильм, кто не знает о нем, узнаете о его героизме. Я о другом. В эти дни мы все видим, что у нас находится очень много армянских пленных. Я прошу всех, кто меня слушает сейчас. Я сам тоже постараюсь, естественно. Если у кого-то есть связи, друзья, родственники, которые работают в государственных структурах, нужных структурах, донесите это все до них. Я уверен, что они об этом знают и ведут переговоры. Я в этом не сомневаюсь, но на всякий случай, чтобы об этом наши знали. Я против того, чтобы живых пленных сдают армян. Их не нужно сдавать. Погибших тела армянских солдат, это стопроцентно, это не подлежит даже обсуждениям, нужно выдавать и выдают наши. В этом никаких претензий нету, проблем нету. Но живых не нужно пока передать армянскую историю. Пока они не дадут полную информацию, например, о Натике Гасымове. Натик Гасымов был жив. Он даже не был ранен. В течение пяти дней, правда, он был очень слаб, но он был живым. Есть свидетели. И самое главное, спрос должно быть именно с Кочарьяна, Роберта Кочарьяна. Потому что есть свидетели. Я сейчас все-таки кусочек, я постараюсь сейчас ставить сюда. Подождите минуточку. Смотрите. Смотрите. Вот вы увидели российского журналиста, итальянского гражданина, которые были свидетелями всего этого. И фотографии, вот эти несколько фотографий сделал именно вот этот итальянец. То есть, Роберт Кочарьян по сей день, я уверен, что знает о Натике Гасымове. Его убили. Либо он до сих пор жив. Потому что есть сведения, есть какие-то слухи. Мы знаем, да, родные братья азербайджанцы, что есть такие сведения о том, что по сей день, в течение 25-20, около 30 лет, в армянском плену находятся наши братья-сёстры живыми. Есть такие сведения, но фактов пока нету. Знаете, Гасымов был жив, когда его взяли в плен. Мы требуем, чтобы о нём дали информацию. Его мать до сих пор его ждёт. Его брат его ждёт. В ролике вы всё это увидите. И в конце концов, у нас более 4 тысяч, если меня память не обманывает, 4 тысячи 150 человек без вести, пропавших в течение 30 лет. Армянская страна, по каждому из них, должны предоставить нам информацию, а потом получать своих плен. Вот как наши заставили их найти того тракториста, который закапывал наших солдат, тела наших солдат, вместе с собаками. Вот точно так же их нужно заставить, дать о них нам информацию. Не выдавать пленных. Потому что они никогда по-хорошему ничего не будут делать. Они наши соседи. Мы их прекрасно знаем. Что за люди они? Мы это всё знаем, дорогие друзья. Поэтому давайте поднимем голос. Давайте будем кричать, чтобы нас услышали нужные структуры в Азербайджане, в Баку. Ещё раз повторяюсь, у меня нету таких фактов, что они не ведут переговоры именно по этим без вести пропавшим, нашим братьям. Я уверен, что они это делают. Но на всякий случай, чтобы они тоже знали, что и народ требует, и люди требуют этого. И люди об этом знают и помнят. Поэтому очень прошу, чтобы вы распространили не именно этот ролик, а вообще информацию об этом. Особенно о Натике Косымове, потому что этот парень нам нужен в эти дни. Вы представляете, я просто в ужасе от того, что вдруг он действительно жив, и все эти годы его держат. Вы представляете себе это? От них можно всякого ожидать. Ещё раз повторяюсь, да, они наши соседи, мы их лучше всех знаем. На что они способны, мы знаем. Надо, знаете, на уровне самых высоких чиновников в Азербайджане, до уровня, я бы сказал, даже министра иностранных дел, чтобы официально требовал от Роберта Кочарьян информацию о Натике Косымове. Требовал, чтобы он вернул Натика либо живым, либо если его убили, то его тело. И полную информацию о поле 400 без вести пропавших наших братьев и сестёр. Только после этого выдать им армянских пленных. Сколько-то выдали, например. Выдали, мы обменяли. На 14 азербайджанских пленных, на 44 армянских мы отдали. Тоже от доброты душой. Если я сейчас не ошибаюсь, минимум 62 армянских пленных находятся у нас. Минимум это. По разным слухам их более 150. Пусть будет 62. Пусть матеря этих пленных требует от своих головорезов информацию о наших пленных. Кстати, я хочу ещё добавить, что ещё 40 человек у нас считается без вести пропавших уже на этой войне. И полную информацию о них. А тыла погибших армян, я уже солдат, я уже говорил, их надо срочно-срочно отдавать, вернуть. Это не по нашему. И хорошо, что выдают, находят, вызывают их, собирают, отдают. Тут вопросов нет. А живых нет. Пожалуйста, распространите. Пожалуйста, передайте всем. Пожалуйста, пишите об этом. Ставьте у себя статусы. Напишите. Поднимите шум. Роберта Качаряна к ответу. Сержа Сарксяна к ответу. С них нужно требовать всё это. С Пашиняном сами армяне разберутся. Разберутся. Как надо. А нам надо ещё с ними, с этими головорезами разобраться. Они засухарились, у которых руки по локоти в крови и азербайджанского и армянского народа. Такие, как Роберт Качарян, Серж Сарксян. Они сейчас себя ведут такими, знаете, чуть ли не ангелами. Пушистыми такими. Но это не так. Самые главные виновники всего этого являются именно они. И с них спрос. Пожалуйста, поддержите. Пишите везде в своих аккаунтах, страницах, группах. Какие ресурсы только у вас есть. Давайте возьмём, например, Натика Касымова в его лице. Будем требовать полную информацию о наших более 4 тысяч безвестопропавших в той войне Первой Карабахской и 40 безвестопропавших в этой войне. Пусть всех выдают, потом получают своих клиентов. Спасибо всем. Благодарю.